Добрый вечер, дорогие телезрители! В эфире программа «Главная». Сегодня ее веду я, Нина Демогла. Хорошие дороги и вода для Молдовы. Проект амбициозный, но реализуемый ли? Сегодня мы это выясним с гостями нашей студии. Это Анатолий Усатый, госсекретарь Министерства экономики и инфраструктуры, а также Эдуард Унгуряну, представитель Министерства сельского хозяйства и регионального развития. Также сегодня нашу беседу и наш эфир поддержал руководитель Института эффективной политики, господин Андреевский. Добрый вечер, господа! Добрый вечер! Итак, буквально накануне представители законодательной власти поставили перед правительством довольно-таки амбициозную, как я сказала, задачу. Это хорошие дороги и хорошая вода для Молдовы. На самом деле, чем ответит исполнительная власть господину Усатой? На это, так скажем, вызов, по мнению многих представителей населения нашей страны. Знаете, здесь в первую очередь хочу сделать отсылку тогда к событиям полугодовой давности. Это март месяц, когда запускалась программа «Хорошие дороги» 2018 года. Приошел разговор о 1200 километрах. Выполнение работ. Тогда же отвечали на эти же вопросы. Знаете, как люди спрашивали, есть ли ресурсы необходимые в стране? Оказалось, что есть. Есть ли необходимое количество компаний, техники, квалифицированного рабочего персонала? Оказалось, есть. Есть. Возможно ли в такие короткие сроки сделать? Оказывается, что можно сделать. Но согласитесь, объемы, мы говорим о абсолютно разных объемах. Абсолютно разные объемы. Но опять же, давайте посмотрим время, которое у нас было в распоряжении. В этом году мы начали работать в июне. Большинство контрактов, где-то треть контрактов, четверть, скажу даже так, начали в июле. Потому что это было несколько процессов, этапа закупки работ. То есть, грубо говоря, даже если мы берем от начала июня, это 4 месяца. За 4 месяца мы сделали уже более 1000 километров дорог. Понимаете? И плюс это было время на раскачку необходимое. Время, потому что в начале года, когда запустили эту программу индустрии, еще не было готово к такому большому объему работ. И сейчас, когда вот этот миссаж был дан, это в первую очередь не только для нас. Это и в том числе для строительной индустрии. Нас строительные, дорожно-строительные компании не один раз спрашивали, будет ли на следующий год. Скажите нам заранее, мы будем готовы закупить дополнительную технику, начать запас материалов, складирование необходимых материалов и так далее. Только в этом году десятки единиц оборудования нового дорожно-строительного было завезено в Молдову. Но это уже было в процессе. А если мы имеем полгода к подготовке? Конечно, сделаем. Скажите, пожалуйста, господин Усатый, вот Всемирный экономический конгресс поставил Молдову на 128 место и 137 по качеству дорог. Как вы думаете, на каком месте мы сейчас? Давайте сначала посмотрим, как реально ставятся рейтинги, потому что мы обращаем Всемирный конгресс на основании так называемой population perception. То есть, что люди думают о состоянии дорог. Не на основании каких-то технических замеров дорог, замеры ровности, качества дорожного покрытия. Потому что по своему роду деятельность я бывал не в одной стране. И поверьте, мы далеко не на 128-м мире вместе по качеству дорог. А то, что думает население о качестве дорог, то же самое, когда мы говорим про коррупцию, это нет каких-то определенных цифр, где говорят, вот столько-то взяли в этом месяце, столько собираются дать в следующем месте. Это опять же, как, что об этом думает население. И с точки зрения качества дорог, опять же, мы абсолютно не на 128-м месте. Намного лучше у нас состояние, чем в 128-м. Ну, на каком, как вы думаете? Ну, твердые середнячки. Понятно. Господин Андреевский, я очень часто, практически всегда, слежу за вашими комментариями в социальных сетях, об этом не раз говорила. Вы очень часто акцентируете внимание на том, что власть должна сконцентрироваться на создании рабочих мест, на привлечении инвесторов. На вот этих моментах, они для вас кажутся самыми важными. Как вы относитесь к тому, что сейчас, так скажем, исполнительная, законодательная власть хочет сконцентрировать свое внимание на наращивании инфраструктуры? Ну, это взаимосвязанные вещи. На самом деле, вот то, что коллега сказал, вот уверенность, что будет сделано, да, только при условии, если останется, это власть будет сделана. Если поменяется власть, уже не будет этих гарантий, что этот проект будет реализован. Но я о другом сейчас хочу сказать. На самом деле, вот власть не всегда умеет, как бы, рассказать о том, что вот власть говорит, дороги, водопроводы, там, канализации и так далее. И люди думают, вот они только этим занимаются. На самом деле, это одна, один из компонентов той общей системы, над которой сегодня работает власть. Я повторяю, но не всегда может это доносить до населения, до общественности. Потому что, когда я говорю, что надо развивать экономику, создавать новые рабочие места, привлекать инвестиции, то, безусловно, мы прекрасно понимаем, что инвестор, если придет и увидит разбитые дороги, если увидит, что нет воды, нет канализации, нет газа, нет интернета, он повернется и уйдет и скажет, ребята, вы что, как вы хотите развивать экономику, если у вас элементарных условий для этого не создано. Я помню, когда-то я привозил одного инвестора, не буду говорить сейчас, в какой город, и там проект связан был с мебельной промышленностью, с производством мебели. Мы подъехали, это были итальянские инвесторы, они разговаривают между собой, и один другому показывают, на фабрику, смотри, разбитые окна, а второй показывает, смотри, дорога, въезд в фабрику, громадная лужа. И они говорят, нет, сюда инвестиции нельзя вкладывать, если они не могут тут навести порядок, нормальные окна, чтобы были не разбиты, если тут лужа перед въездом на предприятие. Поэтому я считаю, это один из важных компонентов, и мы должны прекрасно понимать, что такое, допустим, хорошие дороги, хорошая, качественная вода, водопровод, нормальная канализация, и в то же время в населенном пункте нет рабочих мест, и в то же время нет нормальной школы, нет какого-то медпункта. Да кто будет жить, кто будет ходить по этим прекрасным дорогам? Поэтому это действительно комплексная проблема, и я думаю, как раз Министерство экономики, мне кажется, занимается этим, чтобы вот эту систему всю запустить. И, как говорил Михаил Сергеевич Горбачев, процесс пошел. Вот как он дальше будет развиваться, зависит еще от очень многого. От чего, например? Ну, зависит от того, как мы будем работать по привлечению инвесторов. Что, создадим ли мы, наконец, в Министерстве экономики инвестиционную карту Молдовы, и будем показывать, наше же посольство, извините, ни черта не работает над этим, чтобы приглашать потенциальных инвесторов рассказать. Смотрите, вот инвестиционная карта Молдовы. Вот смотрите, мы можем создавать в этих регионах, вот развивать такую-то промышленность, сельское хозяйство. В этих регионах это. У нас там есть дороги, у нас там есть газ, у нас там есть вода, у нас есть это. То есть, у нас получается так, что мы на дальних подступах не работаем по привлечению инвесторов. Вот только кто попадет сегодня в Молдову, вот мы начинаем ему рассказывать. Хотя, вот мне кажется, с приходом нового министра экономики, ситуация немножко изменилась. Он ездит много, он рассказывает очень много. Но мне кажется, что инструментарий, может быть, я ошибаюсь, меня поправят, но таких инструментариев, чтобы очень это хорошо показать, где что можно развивать, какие кластеры создавать, допустим, в Унгенском районе, на севере Молдовы, на юге и так далее. Мне кажется, что такого представления пока четкого нет. Если я ошибаюсь, я буду очень рад, если меня поправят. Тема, конечно, напрямую не связана, если можно несколько слов. На самом деле, мы все видели вот эту нехватку работы, когда посольства не имеют достоверной информации, не могут нормально привлекать инвесторов. Ну, в принципе, дипломатическая работа и работа такого экономического маркетолога, это чуть-чуть разные вещи. И поэтому, начиная с этого года, даже с прошлого года, Министерство экономики теперь во всех посольствах имеет своих представителей. Прямо работники посольства, которые работают за рубежом. И именно для цели, которую упомянул господин Андреевский, для того, чтобы работать, в первую очередь, они имеют постоянную связь с министерством и с остальными министерствами и ведомствами. Чтобы постоянно иметь этот пайплайн, передачу информации, есть возможность сразу участвовать, без как-то препарировать информацию. Потому что люди работали в подготовке этой информации, они являются из отрасли и могут ее нормально предоставить, нормально продвинуть. Да, отвлекаемся чуть-чуть от темы. Нет, нет, это очень интересно. Просто, господин Андреевский, вы утверждаете то, что посольства сами не заинтересованы. Так, может быть, Молдова из-за каких-то других моментов не является в приоритете, так скажем? И просто крупным инвесторам не дают в своей стране какой-то определенный карт-бланш, для того, чтобы они развивали свой бизнес? Может, они не советуют? Я знаю очень многих случаев, сейчас обо всем не буду рассказывать. Когда крупные инвесторы приезжали в Молдову, это было и в 90-х, и в 2000-х годах, вели переговоры на самых высоких уровнях, и предлагали очень интересные проекты, в том числе Samsung, другие. А молдавские власти говорили, окей, все хорошо, а кто-то из высших чиновников, а какая моя доля будет в этом бизнесе? И постепенно от нас начали отворачиваться такое воровское государство, что они не думают о своем развитии, а чиновники думают, как заработать. Я помню, вы мне рассказывали даже, как-то знаю название компании, но это было давно, насколько я помню. Я повторяю, это было очень много в начале 2000-х годов. И, кстати, когда-то и компьютерный завод нам предлагали, отказались, потому что один виза-премьер не нашел своего интереса в восстановлении этого компьютерного завода. Но мне бы очень хотелось, действительно, мы не отвлекаемся от темы, потому что дороги, вода, это все связано. Потому что мы же делаем дороги не ради дорог, мы все это делаем для людей. А людям нужно, кроме хорошей дороги, нужна хорошая школа, нужны медицинские хорошие услуги, нужна вода, то, что мы говорим. И самое, наверное, главное, нужна работа, чтобы он мог работать, жить в этом населенном пункте. Поэтому, действительно, это комплексная проблема. Я думаю, даже можно было бы как-то смоделировать, показать на нескольких селах Молдовы, как комплексно. Потому что есть села, где она решена, где и хорошие дороги, и вода, и создаются рабочие места, одна фабрика открыта, вторая фабрика открыта, чтобы люди увидели, слушайте, а ведь этот проект работает. И не рассматривали, что власть занимается только строительством дорог или только водой. Что власть комплексно подходит к этой проблеме и решает. И действительно, может быть, зайти на сайт Министерства экономики и посмотреть инвестиционную карту, открыть, посмотреть, какие есть инвестиционные проекты. Причем, чтобы там было и на английском, и на русском, и на китайском языке. Потому что Китай сейчас проявляет интерес. Вот это мы хотим от власти сегодня. Не только где-то, чтобы мы прорыв сделали в одной области, а чтобы мы комплексно развивались. И я повторяю, чтобы в центре стоял человек. Вот все вокруг, что делается, это делается ради конкретного человека, который должен хорошее образование иметь, медицинскую защиту иметь, работу иметь, дороги иметь, воду иметь. И все. Вот тогда мы нормально будем жить. А что касается вот этого места, тут еще надо, вот когда по борьбе с коррупцией, допустим, вот коррумпировано и так далее. Хотя мы знаем, что за последние два года очень много сделано по борьбе с коррупцией. Но, Нина, задайте себе вопрос, а кто собирает эту информацию и дает по Молдове? Как правило, собирают те, которые хорошо жилось с прежней властью и плохо живется с этой властью. И вот они создают, вот смотрите, стало хуже, хуже. Хотя, в принципе, я знаю прекрасно, что сейчас, особенно на высших уровнях, ну той коррупции, которой 3-4-5 лет назад нет. Конечно, она не исчезла, очень много на бытовом уровне, но, возможно, и в коридорах власти есть коррупция, но, во всяком случае, намного меньше, чем было, я повторяю, 4-5-7 лет назад. Ну, хорошо, Виталий Александрович, вот почему мы тогда это не оспариваем, эти данные? Почему мы не оспариваем, почему мы молчим? Я очень хорошо помню на примере, хотя это немного другой пример, на примере Гагаузи, когда Башкан, не буду называть фамилии, был в очень такой жесткой оппозиции с центральной властью. И тогда, в принципе, инвесторов очень отпугивала вот эта политическая, так скажем, нестабильность, ситуация, которая складывается. То есть инвесторов очень отпугивают эти данные, инвесторов очень отпугивают вот это вот мнение и так далее. Если оно не соответствует действительности, почему мы не оспариваем его? Вы знаете, я отвечу кратко, потому что у нас во власти очень много, ну, образно говоря, технарей, которые, вот мы знаем, как эту работу выполнить, и очень мало политиков. Вот политики, они бы только объясняли, если только говорили. А эти рассуждают так, собака лает, караван идет. Если мы будем на каждый чих отвечать, то мы ни дороги не сможем сделать, ни водопровод не сможем сделать, ни то, другое, третье. Это ошибочный подход. Ошибочный, потому что людям очень важно не только дело, но и слово. Это очень надо понимать. Как сказано, сначала было слово. И поэтому вот этот разрыв, что переоценивают, может быть, даже правильно, что надо вот больше дел, но недооценивают значение объяснения, слов, разговоры с людьми, почему мы это делаем, что из этого получится и так далее. Хотите последний пример на такой злободневный, но по поводу рейтингов, если есть минута. Да, пожалуйста. Вы знаете, знаменитый рейтинг Doing Business Всемирного банка, который показывает по различным секторам экономики, где находится страна в том или ином секторе. Ну вот, интересный пример по строительству. Учитывая, что и в прошлом году были приняты ряд законов, которые изменили формат получения авторизации на строительство и так далее и тому подобное, градостроительных сертификатов уменьшилось, очень серьезно уменьшилось количество, 40 разрешительных актов. Наша позиция в Doing Business не изменилась. То есть мы обратились уже к Всемирному банку, зарегистрировались уже как респонденты, потому что очень интересно, конечно, они нам ни в коем случае это приватная информация, не скажут ни кто был респондентом, ни какие вопросы ответили, но очень интересно, что люди, которые не владеют материи, они даже не знают, что, допустим, уже давно не надо на градостроительный сертификат, идешь просто в примари, не надо пробегаться по всем министерствам, собирать разрешительные акты, визы и так далее. И вот с этой точки зрения, для того, чтобы понимая, какой важность имеет тот же рейтинг Doing Business, мы зарегистрировались уже как респонденты для этого опроса Doing Business в Молдове по количеству разрешительных документов, по времени, который это занимает. И также надо работать в остальных отраслях. Что касается качества состояния дорог, мы каждый год делали обследование, но абсолютно согласен, это не просто делать, надо давать эту информацию. Вот в этом году мы сейчас заканчиваем еще раз обследованием всей сети дорог, и при том это абсолютно человека независимое инструментальное обследование, это дорожные лаборатории, лазерные инструменты, камеры и так далее. И мы поделимся, опять же, с нашими коллегами Всемирного банка, поделимся этой информацией, потому что они тоже являются нашими коллегами и партнерами, в том числе в дорожном строительстве. Ну вот смотрите, что на самом деле имеем, имеем, вот какой прогресс, и вот на каком месте мы, допустим, в том же рейтинге на 128 месте. То есть, ну, фактически несопоставимые цифры. Несопоставимые. Хорошо, господин Усат, о качестве дорог мы еще поговорим с вами. Господину Унгуряну, тема водоснабжения очень, в принципе, важна, она обсуждается, она волнует общественность. Но, вы знаете, я от очень многих слышала, что да, канализации и так далее, это важный вопрос, но если мы не решим с Украиной вопрос об эксплуатации Днестра, что якобы скоро и снабжать нечем будет население. Скажите, все действительно настолько серьезно? Давайте скажем, что на сегодняшний день вода для нас, это является роскошем, хорошая питьевая вода, потому что везде в Молдове практически техническая вода. То, что мы хотим сейчас сделать, сделать, чтобы на самом деле у граждан была хорошая питьевая вода. Про канализацию пока еще нам далеко говорить, потому что это пока не будет хорошей воды, пока не будет количества нормальной воды использовано, тогда мы сможем говорить и про канализацию. Что связано с водоснабжением, да, у нас в Куроме Днестра есть еще и пруд, и другие возможности как первое начальное снабжение воды. Это будет проблемой, на самом деле не будет действовать везде, не имеет значения, это Днестр или Днеп, или пруд, по-любому, если не будет уровня воды или количества необходимой воды, для того, чтобы обеспечить полностью все население, это будет на самом деле проблема. Но стараемся решать, я могу сказать, что до сегодняшнего конкретного мастер-плана по воде и канализации на национальном уровне не было создано. Сейчас уже работает над этим, до конца года должен быть этот мастер-план уже утвержден, сделан и с 2019 года уже на базе этого мастер-плана на следующий угон по воде и канализации, чтобы конкретно уже идти по тем проектам, по снабжению людей воды и канализации. Почему? Потому что, повторяюсь, на сегодняшний день у нас практически везде техническая вода, питьевая вода, очень мало ее. И, как это ни странно, на сегодняшний день вода хорошая, питьевая вода, это для нас роскошь. А есть районы, которые являются исключением? Вот, насколько я помню, в северном городе Купчин буквально недавно разразился очень сильный скандал между местными жителями и примарией, и муниципальными советниками. Жители очень сильно жаловались на качество воды. Впоследствии, кажется, этот скандал, были сделаны определенные выводы, что там была какая-то авария определенная. Вот, могут ли какие-то отдельные регионы похвастаться высоким качеством воды? Ну, давайте скажем там. Так, там, где есть хорошая станция по переработке и очищению воды, у тех есть хорошая питьевая вода. Сколько процентов всей территории Молдова? Конкретно я не могу сказать, потому что я не являюсь... Цифра последняя, если можно так по памяти сказать. Это все население, если брать всю Молдову, это 54% обеспеченной водой питьевой, но это включая Кишинев, Бельце и районные центры, если сельское население в районе 23-24%, здесь могу ошибаться, сельское население доступ к питьевой воды с канализацией процентов намного меньше. Намного меньше. Получается, очень намного меньше. Хорошо, вы говорили о плане, который был разработан недавно. Нет, он сейчас ведутся разговоры с нашими партнерами о том, чтобы сделать этот мастер-план до конца года, чтобы конкретно был национальный мастер-план вводить канон назад, чтобы можно было реально в 2019 году начать имплементировать вот эти проекты. У нас сегодня есть региональные секториальные планы по воде и канализации в каждом регионе. На севере, на юге, в центре и вот так, Грузии. Конкретно по этим секториальным планам у нас есть конкретные проекты и конкретные индикаторы, которые сможем довести до конца, имплементироваться вот эти проекты по воде и канализации. В чем заключаются эти индикаторы и эти проекты, о которых вы говорите? Вот шаг за шагом. Что вы планируете делать для того, чтобы добиться в регионах высокого качества питьевой воды? Во-первых, самая большая проблема, которая была до сегодняшнего дня, это получается, до тех пор, каждая местная, локальная территория, или город, или село, они развивались сами по себе. Не было какого конкретного, например, 4 примарии, или 5 примарий, или Сарарон, давайте вместе соберемся, сделаем одну сеть региональную трассу на базе этой трассы, всем объединимся, там будет и цена поменьше будет, и качество получше обслуживано, будет один региональный, например, оператор, который все это обеспечивает, это совсем другое качество. Такого нет. Каждое одно село, другое село, на примарии, там где-то находило денег, там не находило денег, гранты, проекты, это маленькие, национальные фонды, внешние какие-то донации, которые приходили, и каждый развивался как мог, скважины, и делали воды по местному, конкретики, какой-то конкретности, чтобы не было до сих пор. Вот мы что хотим сделать, в первую очередь, чтобы была уже понятна картинка, у нас столько населения, у нас столько жилых домов, у нас столько есть конкретных агентств, в которой нужна именно техническая вода, предприятиям, там говорится. вы делаете определенную карту, исследуются. Да, на самом деле, карту надо сделать, но это отработается, есть анализы, есть стратегии, и тому подобное, и уже по базе на эту карту, смотрим, где самое главное. Вот есть регионы, если взять региону Тагагузи, там почти где-то 90-95% в соседней территории, уже имеет воду. Да, но я вам как раз хотела, если сказать, вот в Камрадском районе, были внешние дотации, там турки помогли, действительно там на высоком качестве, в Камрадсе, в городе, именно в некоторых селах, так скажем, Камрадского района, но в Чадармунском районе есть селы, где действительно катастрофическая ситуация с качеством воды. То есть вы это все будете исследовать? Мы уже исследуем все это, там у нас какие-то есть информации. Сейчас единственное, что нам сейчас надо сделать, не то, что надо делать, уже делать ребята, которые ответственно за этим работают, это сделать этот мастер-план по Водико-Назайце, по всей Молдавии, и на базе вот этого уже, с 2019 года, идти, имплементировать, чтобы в конце концов, да, наш самый главный результат, чтобы вода, качественная вода, была у граждан, у каждого дома. По доступной цене. По доступной цене. Хорошо, вы это исследуете, то есть звучит действительно очень красиво. Вы это будете исследовать. А дальше какие шаги пойдут? Ну, давайте так скажем. Вот я приведу вам маленький пример. Вот с регионального национального фонда, с 2011 года до 2017 года, у нас было уже финансировано, финансировано уже, более 276 миллионов леев. в 12 предов, в региональных предов. Это большие, хорошие преды по всей Молдавии. Очень большой рост такого было в последние два года, с 2016, с 2017 год, опять виделись хорошие результаты, и тому подобное. В этом году у нас есть хорошие преды, которые должны финансироваться. Но денег на сегодняшний день, только с национального фонда, например, не хватает до того, чтобы достичь все поставленные цели, чтобы качественная вода была на самом деле у всех граждан. Здесь уже есть другие фонды, здесь есть наши партнеры по развитию. Евросоюза опять очень много помогает. Есть уже конкретные контракты на финансирование с Евросоюзом, которые идут на финансирование именно таких проектов. Я думаю, что на сегодняшний день мы уже о том, который объектив был ставлен, что 100 тысяч человек в следующем году должен иметь питьевую воду, он реальный. Да, кстати, 100 тысяч человек это действительно цифра очень большая. Я удивилась, когда об этом услышала, когда это заявление было сделано. Ну, это не 100 тысяч человек, это 100 тысяч домов. Домов, да, я поняла. Хорошо, мы продолжим нашу беседу после очень короткой рекламной паузы. Не переключайтесь. Спасибо. Итак, дорогие телезрители, мы вернули студию. Напомню, что в эфире программа «Главная». Сегодня я веду Янина Демогла. Сегодня мы обсуждаем проект «Хорошие дороги и вода для Молдовы». У нас в студии мы беседуем с руководителем Института эффективной политики Виталием Александровичем Андреевским, а также государственным секретарем Министерства экономики и инфраструктуры, господином Анатолием Мусатым и представителем Министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Эдуардом Унгуряну. Господин Унгуряну, в продолжении нашей темы «Хорошая вода для Молдовы» вы говорили о том, что вы сейчас находитесь в стадии разработки путевой карты, все самые уязвимые места, где плохое качество воды, определяете и ищете подход и пути к решению. И что 100 тысяч домов это вполне реальная цифра, которая будет действительно реализована? 100 тысяч человек, поскольку я знаю, не домов, бенефицаров, 100 тысяч бенефицаров, это имеется в виду домов, это потребители, потребители, но в каждом доме могут быть по 3-4 человека, так что, реально, домов это будет намного меньше, но потребителей, 100 тысяч, это реально за счет того, что если будет конкретика в этом мастер-плане, будет конкретика в источниках финансирования, я думаю, такая цифра это реально сделать. Сколько вы еще будете разрабатывать данный план? Ну, конкретно, этим планом, как я вам говорил, он должен быть закончен уже до конца года, потому что начать в 2019 год уже с конкретными целями реализации. Но даже без этого плана на сегодняшний день у нас есть проекты, которые финансируются, которые извне финансируются. Нет, они финансируются с национального фонда, финансируются с Евросоюза, тоже по воде канализации, которые, если взять по индикаторам, мы тоже часть этого коэффициента мы дойдем. Мы будем останавливаться, мы будем сидеть на месте. Но самое главное для нас, я говорю, эти проекты по воде канализации, они очень и долгосрочные, и очень щепетливые. Почему я говорю? Потому что, кроме того, чтобы довести человеку воду, он должен, во-первых, подключиться, в-третьих, он должен закатить это иметь. Многие из них есть свои, вы знаете, колодцы, собственные колодцы в селах. Есть собственные колодцы, у которых сейчас вода, можно сказать, бесплатная. Качество этой воды очень плохая. Она не, если взять по качеству води, по анализу лаборатории, она не проходит никакую минимум, которую можно сдать здесь на сегодняшний день. Но зато у него это бесплатная вода. Если он подключится к этой воде, обязательно ему понадобится подумать, это я беру бесплатно, пусть она плохая, но зато бесплатная, чем платить какие-то деньги за то, что воду будет испечься. В первую очередь, это будет трудно, но это все зависит от того, как сами граждане поймут, насколько это важна хорошая, качественная вода для них. У тех, которые, например, есть проблемы с водой, потому что хорошие качества водой является, во-первых, и здоровье человека. Если вода плохая, сразу же здоровье человека уменьшается в рзах. И поэтому за счет этого они смогут параллельно подключиться. Но это очень долгосрочный такой процесс. Все зависит от, конечно, результата, от граждан, которые будут подключаться к этой относительной воде и канализации. Господин Андреевский, действительно длительный процесс. Не усматриваете ли вы в заявлении властей подготовку к выборам, которые пройдут буквально через 4 месяца? Я вам не на открою большой секрет. Власть с первого дня, как приходит, занимает кабинеты, она все делает для того, чтобы победить на следующих выборах. Но можно просто бороться там, фальсифицировать, пытаться что-то сделать незаконное, а можно бороться тем, что делать какие-то блага для людей. И поэтому я абсолютно спокойно смотрю, когда люди говорят, это делается ради электората. Правильно? Все нужно делать ради людей. И вот тогда будут и голоса на выборах. Но вот если вернуться к этой проблеме... Простите, одно дело, когда тебя рассматривают как гражданина, которому несут благи, а другое дело, когда тебя рассматривают как избирателя. Ну, гражданин является одновременно избирателем. Он является одновременно избирателем, но все же... Я вот сегодня опубликовал статью раньше на Фейсбуке, что 24 февраля каждая партия выставит на продажу свои товары. Кто-то выставит лозунги, а кто-то выставит конкретику. И люди будут выбирать, за лозунги или за конкретные дела. Я хочу вернуться к проблеме воды и дорог вот в одном комплексе. Понимаете, вот с одной стороны сидит Министерство экономики и Министерство сельского хозяйства. Ну, там, и так далее, и так далее. Все сложные названия уже и не запомнили. И когда мы говорим или о дорогах, допустим, или мы говорим о воде, безусловно, есть еще составляющие этого. К примеру, вот, где-то в выступлениях коллег это прозвучало, что необходимо объединяться многим селам для решения каких-то проблем. Это касается и воды, и канализации, и дорог, потому что, да, дороги между селами и так далее. И, безусловно, я думаю, рано или поздно мы столкнемся с необходимостью административно-территориальной реформы, потому что без этой реформы мы тоже многое будет тормозить. Может быть, мы, вот как в Украине, создаются громады, когда села объединяются, у них свои бюджеты появляются. Потому что, вот я смотрю на дороги, которые, да, все замечательно, но может быть так, то, что я видел, я не видел тротуаров. Вот показывают хорошую дорогу и нету тротуара. А что, значит, люди должны ходить по дороге? А это говорит о том, что местная власть, она как довольна, вложения пошли отсюда, централизованные, а вместо того, чтобы, слушайте, хорошо, сделали дорогу, так давайте хотя бы сделаем метр тротуара рядом за счет местных ресурсов. Вот этого, не знаю, я повторяю, может быть, я не заметил этого. Или, допустим, когда мы говорим об объединении усилий, рано или поздно действительно маленькие села не смогут как бы потянуть там образование и надо будет где-то за 5 километров возить детей. Так надо уже сегодня подумать, какая дорога туда будет, чтобы по нормальной, приличной дороге, чтобы безопасность детей была, чтобы там не разбивался транспорт и так далее. То есть, есть очень много таких вещей, вот, понимаете, лучше вообще ничего не делать. Потому что, когда начинаешь делать, видишь, это цепляется, это надо еще сделать, это надо сделать, это сделать. И действительно надо признать, что вот за годы независимости у нас не было системы такого комплекса на решение проблем. Вот по воде коллега сказал, ведь мы помним, волевой Владимир Николаевич Воронин, что он сделал с водой? Строить колодцы. Да, помните эта компания? И помните, как бизнесмены выпендривались друг перед другом? Кто красивее построил? Да, кто красивее колодец построил? Я там помню вот эти картинки, можно еще найти. Такой колодец там, а какая вода уже никого не интересовала. Да, кстати, несколько лет назад мне представитель Министерства экологии тогда еще был, сказал, что ни в коем случае нельзя ни из одного колодца пить воду. Это так, кстати? Дело в том, что Академия наук провела исследования по качеству воды. Я разговаривал с президентом Академии наук, он говорит, когда мне положили вот эти исследования, говорит, я пришел в ужас, что у нас творится. И хорошо, что власть сегодня осознала, что это одна из первоочередных проблем, потому что, правильно коллега сказал, это проблема здоровья граждан. Да, можно из колодца брать, можно так, но здоровье, если не очищать эту воду, если она не будет нормальной для питьевая вода, мы и дальше, причем это не только там, что зубы будут выпадать и так далее, и то подобное, это и разные заболевания, хронические заболевания. Мы сейчас видим, вот многие, ну, вроде бы тоже не касается нашей темы, вот врачи выехали в село, да, там проверяют зрение, то, другое, да, давление, а и на самом деле вскрываются страшные картины, потому что многие люди, ну, во-первых, многие не понимают важность заботы о здоровье, я сам такой, потому что пока, как бы не прижмет, не пойдешь в поликлинику, обследование провести и так далее, но у меня поликлиника пройти, условно говоря, 300 шагов, а в селе надо собраться, надо поехать, еще не знаешь, как там это будет, и так далее, и, кстати, по паршивой дороге поехать, еще проблема, мы не затронули, транспортного сообщения между селами, какой общественный транспорт, какой ходит, и действительно, я хочу вернуться к тому мысль, что я начал, что действительно, мы сталкиваемся, вот власть влезла в это и начала нагружать себя вот этими проблемами, их действительно очень много, и я думаю, так, если назвать вещи своими именами, это работа, ну, на 7-10 лет, такой напряженной, тяжелой работы, чтобы решить все эти проблемы, и дай бог, мы их решим, и тогда будут и рабочие места, и тогда люди не будут уезжать, потому что комфортно, гораздо комфортнее жить в селе, чем в этом загазованном городе, если ты из села, можешь там до районного центра спокойно доехать, если у тебя рабочее место, у тебя в селе непосредственно будет, и ты в нормальных условиях. Вы согласитесь, вы затронули тему около 30 лет независимости Молдовы, на самом деле, за это время, я сколько не помню всех правителей, они все говорили и ставили перед собой амбициозную цель, мы восстановим дороги республики Молдова, сейчас вы снова рассказываете о реалиях, которые не столь оптимистичны, в чем отличие, принципиальное отличие, я, кстати, обсуждал с очень многими высокопоставленными людьми, которые были вот в этот период независимо от Молдовы у власти, очень часто ставили такие абстрактные задачи, будем развивать дороги, но не было вот то, что сказал коллега и то, что сейчас уже есть, не было дорожной карты решения этой проблемы, расписанной по годам, и самое главное, не было контроля за выполнением, где-то были контрольные цифры, всегда оставили, но не было, и проходил год, и ну что там у нас по дорогам, да, плохо, ну ладно, давайте на следующий год нарисуем еще контрольные цифры такие-то, сейчас самое главное, то, что делается, я надеюсь, по воде, вот они опробировали это по дорогам, они начали не только качество контролировать, и кстати, что такое дороги, я сейчас боюсь ошибиться, это примерно 3,5 тысячи рабочих рук, то есть это люди, которые задействованы в работе, и когда им говорят, что будет еще в два раза больше работы, это значит, ну условно говоря, там может быть не вдвое увеличится количество, потому что сейчас они набрались опыта, да, не линейно, но будет 4 тысячи рабочих рук, но самое главное, люди получают квалификацию, то есть у нас же давно люди отучились работать, потому что не было работы, то есть не было где проверить, поэтому, когда мы идем, иногда по Кишневу смотрим, там, забибикайте, то, что я подумал сказать, значит, смотрят, плитку положили вчера, сегодня она раз уже отпала, потому что непрофессионально это делали, дорогу там на Алба Юлия проложили, дождь, ее убрал, смел, и так далее, появляется профессионализм, я беседовал на днях с одним очень крупным предпринимателем, который занимается дорожным строительством, он давно занимается, он говорит, когда перед нами поставили эту задачу, вот эти 1200, а это, кстати, для них не очень выгодно, это же не просто гнать одну большую дорогу, и все, это в то село, в то технику, доставка, и так далее, они много не зарабатывают, но если они будут знать, что это постоянно, что это на долгие годы, они согласятся на прибыль, пусть 15%, у нас же прибыль это 100%, 50%, но это постоянная прибыль, и профессионализм постоянно будет расти, 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 вот это очень важно. Кстати, господин Уссад, и господин Андреевский сейчас затронул очень актуальный вопрос, вот мне кажется, что и СМИ, и социальных сетей, вот у меня создается такое впечатление, что люди в последнее время возмущены не просто отсутствием дорог, они еще больше возмущены качеством дорог, то есть очень часто бывало такое, как говорил господин Андреевский, там проложили дорогу, и после первых снегов качество этой дороги, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Вот вы проводите анализ ситуации и качество дорог, которые прокладывается сейчас? Конечно, это в обязательном порядке, мы работаем в Молдове, и законы контроля качества строительства. Ну, знаете, смотрите, дороги строятся не только в рамках хорошей дороги для Молдовы. Начиная с прошлого года, Дорожный фонд целенаправленно инвестирует деньги в местные органы власти. В районные советы это порядка 350 миллионов в год на районные советы для местных дорог, порядка 385 миллионов примарием на поддержание улиц городов. И вот часто возникают вот такие случаи, не буду называть село, наверное, это неэтично, но в Каушанском районе да, в Фейсбуке появилось вот как строится, там, не знаю, может, слишком технический термин, да, дорогу прямо не обеспыливают, сверху битум асфальт. Ну, понятно, что мы сразу реагируем на эти вещи, проверяем, мы там закончили дорогу еще в июле, это было в августе. Так нет, люди говорят, нет, это не с хороших дорог, это работа, которую делает примария, но мы увидели, как можно строить, почему и этот контракт не можно строить, что другой асфальт, нет, такой же, почему здесь так не контролируется качество. То есть, контроль качества... То есть, это была вина примарии? Ну, понимаете, сказать, что примар, он у нас в сегодняшнем ситуации, и здесь, если вернемся к тому, что слишком фрагментированный системным местным органом власти, господин Андреевский тоже это затронул, он сейчас должен быть и учителями, и дорожниками, и пожарниками, не знаю, ему нужен квалифицированный персонал, то есть, responsable техника в соответствии с законом о качестве в строительстве. Надо следить за этим всем. Чуть-чуть не сделаешь, какой бы не был хороший подрядчик, какой бы не был хороший консультант, неважно, иностранная компания, местная компания, это уже как закон, не приложенный аксиому в дорожном строительстве. Только отвернулся, любой подрядчик начнет резать углы. Любой. То есть, здесь нету такого доверия, доверие это хорошо, но дай мне гарантию на выполнение работы. Хорошо, каким образом вы ведете контроль? Мы лабораторные, мы лабораторные испытания, мы не принимаем ни одну дорогу, пока лаборатория администрации автомобильных дорог не выезжает на место, не берет пробы асфальта, не проверяют все сертификаты на материалы, которые были использованы, начиная от чебня, битума, филеров и всех прочих материалов. Проверяются, знаете как, если говорим о качестве конечной дороги, в первую очередь, материалы все качественные, то есть, у нас асфальт идет на верхний слой, только гранитный, это не то, что раньше делалось, когда известняк допускался, но опять же, он не используется для верхних слоев в настоящее время, битум, только битум, это не гудрон, это не какие-то угольные смолы, которые на вид черные, но это совсем другая вязкость, вяжущие им свойства. То есть, проверяются сначала материалы, после этого проверяется сама методика укладки, в первую очередь, да, толщина, ширина, это все замеряется, это можно и через 10 лет замерить, понятно, что очень легко делается, и замеряется сам, как устроено, то есть, взять материалы, асфальт на заводе это одно, как он уложен, если правильно, какая у него ровность, и в первую очередь, если он нормально укатан, потому что это одно из самых первых, которые покачат качество покрытия. Это все делается в лаборатории, в лаборатории выбираются керны, то есть, очень интересно, можно, наверное, будет сделать репортаж в этом, как это заново тот асфальт разбирает по компонентам, выжигает битум, посмотреть, сколько процентов битума, если соответствует рецептуре асфальта и так далее и тому подобное. То есть, без этого ни в коем случае ничего не делается. Хорошо, господин Нусатый, бытует также такое мнение, что пока Молдова не решит полностью вопрос магистральных дорог, и пока такие, так скажем, тяжелые или грузоперевозки не будут ездить по специально отведенным магистральным дорогам, то есть, вот эти вот новые дороги, они все-таки не спасут ситуацию на долгое время. Это так или нет? Ну, опять же, здесь абсолютно все важно. Важны и магистральные дороги, но не менее важны и улицы городов, населенных пунктов. Знаете, когда идешь в селе, перед тем, как строится дорога, видишь во время дождя, что дети в машину садятся в калошах, потом рядом есть какой-то дом рядом школы, где они оставляют калоши, чтобы во двор зайти, потом обратно, потому что невозможно пройти по этому селу, сказать им, подождите, пока мы решим магистральные дороги, я не знаю, если у кого-то хватит моральной силы, сказать, нет, подождите, мы решим магистральные. Но тем не менее, мы же не забываем и про магистральные. Работы ведутся, да, были проблемы, вы же прекрасно знаете. Были только в этом году мы 7 контрактов рассоргали с теми, которые они выполняли вовремя. Это в первый раз в Республике Молдова. Была очень большая критика, вы не знаете, куда вы ввязываетесь, это международные арбитражи. Говорят, нет, ребят, мы знаем, куда. И арбитражи выиграны, деньги за неправильно использованы работы и кассированы больше 7 миллионов евро. Запустили повторные тендера, уже первые контракты подписаны, это в общем где-то 115 километров в направлении от Кишнева на Джуджу-Леште. Обязная Камрата, Промбреича Мишлия и завершение работы от Камрата до Вулканешна. То есть мы идем и по национальным дорогам. Мы не забываем это. А, кстати, Кишневы-Унгены очень много постоянно обсуждают эту дорогу. Очень проблематичная дорога с такой историей. В этом году мы открыли обездную дорогу Унген. В 17-м году, в прошлом, в июне 17-го года, когда мы пришли, было выполнено только на 20%, даже земляные работы не были сделаны. Контракт был с 13-го или 14-го года. Так вот, мы за год сделали практически весь контракт и открыли. Это мост через железную дорогу и так далее, и тому подобное. Что касается основной работы... Ну, там 7-8 километров где-то обездная. 7-8, кстати. А что касается основной дороги, то у нас, вы же знаете, работы были прямо приустановлены по условиям банка. Деньги за работу, которую провели в октябре, получили только в конце июня этого года. Подрядчики формально остановили работы. Это касается коррупционного скандала с предыдущим менеджментом Министерства транспорта, потому что офис инспектора дженерала Европейского союза совместно с антикоррупционным ведомством провели исследование. Во время исследования, конечно, все платы, все замораживаются с выплаты из кредитов, которые используются на Р1. Это прошло через парламент. Мы заново продлили срок действия кредитного соглашения и только после этого, где-то в первую неделю июня получили деньги, в вторую неделю июня мы смогли заплатить. То есть полгода мы потеряли из-за того, что не было доступа к деньгам. Пришлось доказать европейским банкам, что мы приняли все необходимые меры, чтобы это не получилось. Все люди, которые были замешаны в этом коррупционном скандале, больше не участвуют. Это речь о Керенчуке? Да. То есть вместо того, чтобы закатать его в асфальт, то он в Бухарест удрал. Господин Унгурянов, времени остается очень мало. Хотелось бы у вас уточнить. Вот по тем регионам, которые вы указали, вот вы их курируете, так скажем, есть ли приоритетные регионы? Есть ли у вас какие-то, вот вы сейчас разрабатываете план? Каким образом будет происходить реализация этого плана? То есть она будет происходить поэтапно? С севера на юг? Или с центра на север? Или с центра на юг? То есть простому телезрителю сейчас очень интересно, каким образом он действительно это будет... Давайте скажем. Сейчас коллега скажет, что будет происходить там, где победит демократическая партия, и все будут голосовать за демократическую партию. Давайте скажем так, что для нас любой регион это очень важно, во-первых. Во-вторых, есть регионы, где сама вода экономизируется, но стоит на хорошем уровне, а есть где похуже. Мы возьмем в виду те регионы, где ситуация самая плохая, в первую очередь. А, то есть они будут в приоритете, получается? Ну, в приоритете, я не думаю, что они будут в приоритете. Но начнете с них. Давайте скажем, во-первых, регионы, они разные по территории, во-первых. Во-вторых, по населению то же самое. Я думаю, что самый большой индикатор, пока мы предполагаем, точно не могу вам сказать, но самый большой индикатор это будет численность населения. Там, где численность населения будет больше, там, где сам импакт от того, что у них будет вода и канализация, вот там будет акцент, наверное, больше ставить, потому что нет смысла сейчас ввести, тратить миллионы, десятки миллионов в какое-то село, где там место, там всегда 100 домов или 200 домов, а на самом деле там 10-20 людей, которые живут. На самом деле некому будут подключать, употреблять эту воду. На это тоже надо очень аккуратно посмотреть, потому что все деньги, которых их не очень так много, внедряться в тех сел, где не будет, конечно, потребителя, тоже имеет большое значение. И то, что вы говорили, спрашивали насчет качества воды в колодцах. Но как мы можем сказать, что даже Виталий Александрович говорит насчет качества воды и тому подобного. Как мы можем сказать, что вода в колодцах хорошая, когда один хозяин строит себе колодец, а рядышком другой, сосед ему строит туалет, где вся, извините, все, что он продусит, да, и она инфильтруется в колодец. Можно сказать, что такое водокачество в этом колодце. Если пройтись вот так в посел, колодец, там туалет выше или ниже, там где идет родник и тому подобное, это нереально, чтобы в колодце были хорошие качества воды. Я думаю, если провести параллель, вот когда делаются такие секториальные планы, в принципе, сама приоритизация проектов достаточно четко прописана. Без этого не придет ни донор, ни партнер по развитию, без этого никто не придет. То есть, если провести с такими инфраструктурными проектами, как в дорогах, вот проект Всемирного банка по оригинальным дорогам, то же самое, это совместно с Джезет, с немецкой агентством по развитию, они, в принципе, провели тоже такой скрининг региональных дорог. Приоритизация была очень четкая, абсолютно. Текущая социальная дорога, сколько школ находится на территории, население, которое они обслуживают, и стоимость. Потому что, в принципе, здесь делается кост-беневый анализ, это экономический анализ. Да, цели мы можем достигнуть здесь 20 тысяч человек и здесь 20 тысяч человек, но здесь строят в два раза дешевле. То есть, с этой точки зрения коэффициента, оно идет в приоритет. Обычно, когда делаются такие программы, стараются как можно проще это сделать. Есть очень такие развитые программы, то же самое планирование в дорожном строительстве, HDM и так далее. Но для объяснения населению обычно применяется два-три фактора максимум, которые очень легко самому смоделировать. Говорят, ребята, вот смотрите, какой фактор. Вот мы сделали так в оригинальном развитии, когда выбирали дороги, совместное финансирование. Вот смотрите, вы даете заявку на дорогу. Вот как мы будем оценивать. Вот, пожалуйста, сами себе оцените. Вот формуляр. Сколько у тебя человек, сколько школ, какая стоимость, работа. Вот сам себе оцени и поставь себе балл. И очень легко. Можно делать, конечно, намного более продвинутый, как говорят ребята, через интегралы. Но не думаю, что в этом есть смысл. Но тут есть еще одна проблема. Вот когда вы делаете вот сейчас дороги, а через год, условно говоря, начнут делать водопроводы. И начнут эти дороги резать. Вот это надо учитывать, сейчас уже как-то предусмотреть. Хорошо, господин Андреевский, у нас практически времени уже не осталось, но мне все-таки очень любопытно узнать ваше мнение по другому вопросу. Мы говорили о зарубежных инвесторах. И я вспомнила с начала программы, еще хочу вам задать этот вопрос. Я разговаривала с бизнесменами, даже в эфире с бизнесменом, у которого бизнес за рубежом. Он хочет очень вернуться в Молдову, но в связи вот с ситуацией, которая его очень настораживает, то есть он в связи с политической нестабильностью, в связи с инструментами, которые сегодня дают для местного бизнеса. То есть вроде бы как он говорит, что другие диаспоры, часть диаспоры, которая занимается бизнесом за рубежом, не спешит возвращаться. Вы как думаете, ситуация изменится в ближайшее время? На самом деле, вот коллега из Министерства экономики правильно сказал, что очень многие люди, к сожалению, и это вина молдавской стороны, не владеют информацией. Когда бизнесмен, который работает за границей, говорит, у вас плохие условия бизнеса, я не хочу возвращаться, он помнит то, что было 3-4 года назад, когда, сейчас боюсь ошибиться, запретительных актов, разных проверочных и так далее, за 400 переваривалось. Почему же сейчас? Вот сейчас, да, сейчас амнистия, сейчас налоговые какие-то реформы и так далее. Но я задала ему этот вопрос. Я говорю, почему вот в связи с вот с такими моментами, которые были созданы, то есть это же благоприятные условия. То есть он не ответил тем, что бизнесмены боятся, будет ли действительно это стабильно, эти изменения. Ну, в данной ситуации, как говорят, там, деньги любят тишину, хотят стабильности. Пока у нас стабильность есть. И я не вижу причин, чтобы после выборов у нас что-то изменилось. Вот что у нас станет нестабильно, что люди будут там выходить на площади и так далее. Нету для этого причин, таких, которые могли бы подвинуть людей вот на какие-то выступления. Но надо на эту проблему тоже шире смотреть. Люди хотят, я вкладываю деньги в бизнес. Вот я рассказывал даже на телевидении, у меня есть с Украины знакомые бизнесмены, ну, относительно знакомые, они просто через посольство обратились ко мне, там, вот, прояснить ситуацию, в таком случае поставить перед молдавской властью, чтобы я там по каким-то своим каналам, выступая на телевидении, довел. Вот они вложились в бизнес на севере Молдовы, сельскохозяйственный бизнес, развили. И когда эти поля стали давать хороший урожай, и когда появилась техника и так далее, местные бароны сказали, а что тут делают иноземцы с Украины? Это же наша земля. И начали рейдерские захваты. Это случаев можно привести очень много. И, безусловно, я повторяю, это все комплексная проблема. Мы должны создать нормальные условия для бизнеса, нормальные законы, много делается в этом направлении. Но, с другой стороны, мы должны обезопасить бизнес, чтобы у нас был честный суд, чтобы эти законы работали, потому что мы их принимаем, повторяю, у нас хорошие законы, но судье дали, условно говоря, 50 тысяч евро, и этот хороший закон перестает работать. Вот это тоже проблема, которая... Но есть же антикоррупционный центр. Да, а потом надо... Ну, есть, безусловно. Потом надо подумать со сбытом продукции. Вот я был недавно в Германии, я привез себе бутылочку с львовицы, который делает у себя дома немец. То есть, у него есть сад, он делает, но у него фирменные вот это. Я не видел у нас в магазинах фирменных, вот вино, которое производится в селах у нас. У нас есть, ну, как бы так по жизни мне приходилось, кстати, под Камратом, там чудесный один человек делает кабарне. Если бы он выставил на продажу, я уверен, тут бы стояли очереди. Ну, как-то сделать и так далее, вот помочь этим людям. И я думаю, что пока тоже этого мало делается. Наверное, что-то делается, но мало делается. Потому что можно наладить хороший бизнес, а потом столкнуться с проблемой сбыта. Или, допустим, вот говорить о политических рисках. У нас яблоки идут на Россию, там сливы идут на Россию, еще что-то идет на Россию. Но у нас никто не может дать гарантии, даже будет додон трижды у власти, что завтра в России скажут, слушай, а мы же потребовали, чтобы Приднестровью дали такой статус, а вы не даете. Бах, эмбарго. И закрывается этот весь бизнес, на который люди вкладывали деньги. И когда тот бизнесмен, который с вами разговаривал, он хочет, чтобы все эти задачи в комплексе были решены. Чтобы и была политическая стабильность, чтобы работали законы, чтобы внешние партнеры нас не кидали в некоторых ситуациях. И так далее. Но к этому идем. Но это очень, к сожалению, тяжелый путь. И надо время. Мы обязательно пройдем это, Нина. Я вас хочу убедить, а вы уже бизнесмена убедите, чтобы он приходил к нам. Хорошо, будем стараться. Время нашей программы, к сожалению, очень быстро, но подошло к концу. Я признательна каждому из вас за исчерпывающие ответы, за интересную беседу. Дорогие телезрители, я напомню, что в эфире была программа «Главная». С вами была я, Нина Демогла. Мы с вами встретимся ровно через неделю. Впереди вас ждет много интересного, о чем вам расскажут мои коллеги. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова